Всем огромный привет! Меня зовут Ирина и сегодня я хочу поделиться своим небольшим заказом из каталога Арифлейм. Заказ у меня состоял из вот такого крема флюида для лица, здесь огуречек, сейчас расскажу, двух помад и две тенюшки-однушки, то есть вот такие вот круглешочки и здесь тени. Итак, ну давайте начнем с них. На самом деле заказ у меня был на небольшую сумму, знаете, так чисто символически, очень хотелось пробовать именно вот такие продукты, они шли по распродажной цене, если я не ошибаюсь, вот такая однушка стоила 99 рублей, это помада, на самом деле это у меня получается с прошлого месяца, да, я уже подзабыла цены. Итак, заказала я такие неброские тени, то есть оттенки они нюдовые, такие летние, то есть не яркие, неброские, вот это вообще получается на моей коже, я практически не видно, честно говоря, расстроилась. Здесь, так-так-так, ай, номера не видно, номер тут очень много, в общем, всего. Такой оттеночек я, наверное, потом подпишу, все в каталоге найду, совсем-совсем он кажется бледным, а на моих веках, на моей коже она у меня все равно такая смуглая, он вообще теряется. Единственное, что можно как базу наносить, и потом уже сверху тени, как самостоятельно они у меня просто не видны, причем никакого неблеска, ничего они не дают, то есть вот такое вот немножко меловое чуть-чуть, но оно никуда не осыпается, ничего, в глазки не лезет, вот даже не видно, говорю, на моей коже здесь просто чем-то покрыло, а чем непонятно. Я повторю, еще раз подпишу свет, потом цвет, ну, в общем, вот это я, скорее всего, или подарю, или отдам маме, там, я думаю, она разберется, а у меня мама занимается рефлеймом. Далее, вторые тенюшки-однушки, это уже интересный экземпляр, здесь такой сам оттенок желтый, и блестки также желтенькие, слегка зеленого, в общем, когда я их наношу на веки, то получается красивое такое свечение, и мне нравится, мне кажется, летом классно, там, я делаю, допустим, подводочку, потом, чтобы вот так вот слегка переливалось на солнышке вот такие вот тени, тушь и вперед, то есть этими тенюшками я вполне довольна, и уже, ну, пользуюсь почти что каждый день практически. Также тут с цветом что-то столько цифр, а, голд, кстати, здесь голд написано, а здесь чам, а, шампанское, точно, это цвет шампанского, а это голд и золото. Этот тетенок мне очень нравится, и даже, мне кажется, это видно по степени использования. Так красиво переливается. Он уже и на пальчики виден, и на коже, соответственно, тоже его видно. Эти тенюшки классно и тушуются, и наносятся, они, как-то, не знаю, на них можно и наслаивать. Нет никаких ни комков, ни грязи, в общем, в принципе, тени-то хорошие, тем более по такой доступной цене, но с оттенком надо просто быть осторожнее и выбирать именно, что соответствует вашему типу кожи. И, кстати, да, в каталоге немножко он смотрелся по-другому. Это, наверное, минус, когда выбираешь косметику по каталогу, что там нарисовано. Одно это представляешь на своих тенях, на своих веках, что-то такое, не знаю, яркое, красивое, но нежное, да? А получается, что ничего не видно. В принципе, так же было и с помадой. Эти две помады шли также по интересной цене, и это у них серия, кстати, не никогда дорогой, не бывает. Получается, что это я заказала чистый цвет, это роза, швир роз, а второй цвет блаж пинг. Вот блаж пинг я пользуюсь так же теперь частенько. Вот такой вот красивый цвет, чтобы видно было, да? Красивый цвет, вот такой получается, насыщенный. Знаете, раньше я вот эти помады, у меня одна была такая, вот из этой серии, как, ну, дешевая, да, то есть это не Диордане было далеко, у меня она вообще не нравилась. Она скрызила на губах, она цвет не оставляла, какое-то непонятное было, есть цвет, нет цвета. Здесь же мне не понравились, особенно эта помада. Она такая в меру увлажненная даже, то есть не сильно липкая. За 99 рублей, по-моему, она превзошла все мои ожидания, я осталась вполне и довольна. То есть мне кажется, на лето самое то. Кстати, под девизом, я куплю-ка я помаду на лето, то у меня уже не знаю, какая по счету помада получилась. Второй оттенок, который как роза, да, читается, вот я ее практически не пользовалась. Он так же на моих губах не виден, мне такой оттенок не нужен был. Хотя я думала, что будет красиво смотреться, но именно с муглой кожей моим губам он абсолютно не подходит. Вот такой вот оттеночек. Надо его сильно-сильно много наносить, чтобы хоть как-то было видно. А вообще, мне кажется, блондинкам или менее загорелой кожей на лице вот это будет даже очень и неплохо. Так, такие вот помадки. И остался крем-флюид, вот этот фейс-флюид, то есть с огурцом и ромашкой, чередой ромашкой. На самом деле, я заказала, как только он вышел, как, по крайней мере, я только увидела в первом каталоге. И мне сразу заинтересовало, что в такой вот маленькой упаковочке, здесь всего лишь 30 мл, может быть крем для лица. А то, что это, видимо, флюид, он такой легкий, его хватает на очень долго. То есть мне надо совсем немножечко, чтобы нанести на лицо, и уже было увлажнением. Он выглядит вот так вот, такая вот белая консистенция. Легко-мягко-мягко-мягко, нежно, нежно, но очень быстро впитывается, распределяется по всему лицу. Очень классный запах огурца, ну просто, не знаю, такой летний-летний. И, конечно, с такой схемосенькой, но в целом мне очень нравится. Очень нравится такой эффект, такое освежение, уважнение, освежение. И то, что я думала, что я где-то 30 мл, там, не знаю, за неделю выможу все на лицо. Нет, на самом деле, я как-то повторюсь, что это было с предыдущего каталога, что я им практически месяц уже пользуюсь. Но пользуюсь я им только с утра, на ночную наушу другой крем. И вполне-вполне, даже очень себе довольна. Цена у него была более чем доступна, я цены не помню, и сейчас, скорее всего, они уже отличаются. Но, во всяком случае, второй бы я себе точно такое заказала. Вообще, понравился. Так что, всем рекомендуем. И еще вот у меня вот такая кисточка есть, я ей не пользуюсь. Она у меня еще закрытая. Это для ногтевого, как макияжика сказать, чтобы красить, разукрашивать ногти. Аппликатор. И хотела сказать про кисточки. Я им недавно показывала заказ с Алиэкспресс, что на такие кисточки пришли. Слушайте, я им и так приноровилась пользоваться, и они мне очень понравились, нежели чем другой мой заказ с Алиэкспресс. Скорее всего, эти кисточки вообще выкинут, те предыдущие. Эти такие мягкие, вот тоже видно по степени использования, что мне вот эти вот две больше всего понравились. Вот это так вообще, мне кажется, надо еще одну такую заказать. Наношу вообще любые тени, классно так все и нанести, даже где-то там потушевать. Вот это когда надо много цвета нанести навека. В общем, распробовала я это дело, и всем рекомендую. Кто еще не знаком с кисточками, мне кажется, можно начать знакомство с китайских кисточек, чтобы не переплачивать за марки известных кистей, что мало ли не сложится дружба в использовании, чтобы не было жалко своих денежек. Так что рекомендую еще раз присмотритесь, там ссылочка в предыдущем видео. И возможно, вы также подружитесь с кистями, благодаря китайским кистям. Ну все. А, чуть не забыла. Так, еще вот такая у меня мивиночка появилась. Как-то я ее упустила. Это у меня было в подарки, потому что я просто захватила с собой. Это вот такой вот бальзамчик для губ, это земляника. Тут у меня совсем немножко использована. На самом деле, я еще не совсем поняла ухаживать, он за губами не ухаживает. И носила я его только ради вкусного запаха, чтобы у меня было приятное ощущение землянички на губах. Потому что лето плохое, особенно не погуляешь, ягод не так много, и хочется как-то поднять себе настроение. Вот и пользуюсь. Тут клубничка, есть еще запах сыфраша клубничка. Ну все, есть еще новиночки от Арифлэм, которые мне подарили день рождения. Но как только я их распробую, обязательно расскажу. А пока что всем огромное спасибо за внимание. И до новых встреч. И пока-пока.